всем привет с вами татьяна из города санкт-петербург и сегодня мы с вами сошьем вот такую сумку я назвала ее пляжная сумка для рукоделия что значит пляжная сумка поскольку мы едем в отпуск и нам нужно будет брать с собой я очень люблю вышивать на пляже я никогда не лежу на солнце я всегда прячу стенечки и самое главное что это очень хороший свет всегда есть возможность по вышивать поэтому я приняла решение что моему рукоделию тоже нужна пляжная сумка и решила сшить ее небольшого размера чтобы всегда можно было положить в нее вышивку книгу и карты ну к примеру да и если не хочется вышивать сюда можно почитать полежать или поиграть в карты например я сначала выбирала ткани в полосочку морской тематики а потом мне подумалось что эта сумка очень летняя с такими замечательными бабочками с цветением яблонь да и она потом мне понадобится в течение всего года потому что я иногда из одной комнаты в другой переношу свою рукоделие и эта сумка как раз мне в этом смысле очень поможет я ее сделала небольшую все размеры вы увидите впереди выглядит она одинаково с обоих сторон единственное что внутри у нее есть вот такие вот кармашки портфеле да соответственно вот сейчас я включаю и показываю вам как она получилась такая сумочка и так как прежде чем начать шить сумочку я посмотрела несколько вариантов которые мне нравятся вариантов но не в общем то очень похожи друг на друга да и такие сумочки но у них тут даже видите с размерами но эта сумка огромная очень большая на и высоту 40 сантиметров я нашла к ней чертеж и в ширину она 37 и глубина у нее 18 сантиметров это совсем маленькая сумочка мне еще понравился вот такой вариант видите с такими симпатичными вырезами я подумываю над этим вот кстати она тоже огромная просто мне нужна была маленькая сумочка вот из дома я принесла вот такой вариант сумки как это называется вкладыш да в сумку органайзер такой он кстати очень удобно у него здесь куча карманов я вот видите можно без ручек можно с ручками в общем здесь правда кнопочка застегивается вот и мне подумалось что может быть имеет смысл какую-то такую но только без прозрачных кармашков потому что все-таки это сумочка будет носиться со мною пока на пляж а потом ну может быть на детскую площадку да я буду ее брать чтобы она была в легком доступе все сумочки которые у меня есть это все карманы это все мне нужно было что-то вот такое и размером не очень большим сейчас я возьму линейку вот длина этой сумки 28 сантиметров меня абсолютно устраивает просто мне не хватает здесь высоты здесь высота всего 18 сантиметров но в целом это сумочка бы меня вот ну такая сумочка бы меня устроила но на пляж с органайзером ходить не хочется и мне захотелось естественно что-то такое красивенькое я много перебрала ткани и даже у меня была идея и шить в морском стиле так на работе нахожусь не очень удобно ну пары шесть своих тканюшках мне почему-то захотелось но очень нежного вот такие у меня есть тканьки две тканюшки одну из которых я возьму за основу другую я пущу на кармашки на подклад и я еще не решила либо вот такой серенький но мне хочется на контрасте сыграть поэтому руки отклад сереньким пойдет вот на зеленый да это будут карманы и еще вот такой фиолетовый у меня есть он неплохо перекликается вот этими бабочками да общем буду думать буду думать может быть на подклад даже вот эту и пущу потому что нежность нежность ручки будут наверно красивые хочу я сделать сейчас я в общем разработаю себе чертеж размеры и буду от него плясать на вам естественно покажу сделала я небольшой схематический чертеж мне просто так гораздо проще ориентироваться будет когда я буду кроить сшивать и так далее вы можете нажать на паузу и снять размеры если вам это принципиально важно размеры у меня даны уже с припусками то есть 30 сантиметров по сантиметру идет на припуски это лицевая передняя и задняя часть да это боковая деталь высота сумочки я долго думала рассчитывал 25 сантиметров но 25 плюс минус вот при пуске да она будет 23 сантиметра я подумаю может быть сделаю чуть повыше еще этот размер не окончательный дно сумки соответствует одной стороне и стороне вот этого да вот такое дно сумки но сумочки я буду укреплять чтобы она была плотненькая да и не выдавливалась это будет и синтепон и еще я подсмотрела одну фишку я вам ее покажу ручки ручка у меня естественно будет две штуки да но она будет состоять из двух видов тканей и почему-то мне ошиблась почему-то мне захотелось сделать ее декоративным вот она в разрезе лицевая ткань допустим 1 и потом вот так вот она будет обрабатываться окантовываться как бы с двух сторон в общем я все это вам в процессе покажу что по карманам я надумала значит наружный карман это вот такая длинный карман по всему периметру сумки будет фактически да и вот этот карман боковой то есть две вот таких будет детали две вот таких но вот эти детали я хотела сделать как знаете карман портфельчик такой но по передумала и решила сделать их плоскими а внутри внутренний карман будет сумки обязательно он будет таким карманом портфельчиком то есть такие объемные карманы в которые можно вставить что-нибудь такого более объемное да думала сделать ли карман на молнии но пока не решила для себя возможно посмотрю на время и так далее так далее на количество ткани которые у меня в расход пойдет высота внутреннего кармана всего 12 сантиметров вот этот 42 сантиметра вы поймете почему это 28 сантиметров сумки и все припуски на швы и на складочки высчитаны мной по сантиметру вот их 14 штук и получается четыре сантиметра плюс 28 42 внутренний же карман он же такой же длины точно как наша сумка высоты 15 сантиметров боковой соответственно 12 и 15 в общем все продумано высчитано просмотрена на макете как бы я делала такой макет из ткани и в общем сейчас я буду приступать к выкрой выкраивание сумочки в чем в общем то я что в общем то я не примену вам показать если будут какие-то еще сомнения у меня я конечно же о них скажу но пока это выглядит вот таким образом я приступила к раскрою ткани честно сказать я первый раз на самовосстанавливающемся кругу коврике краю при помощи ножа он у меня давно лежит я про него забыла все-таки знать как ножницами сподручнее но поскольку у меня здесь абсолютно прямые линии да все это не сложно я бы даже стал даже интересно но поначалу я не совсем поняла и на линейку заскакивала и ткань немножечко скосила но сейчас я поняла принцип под прямым углом в общем все у меня получается вот кстати век живи век учись и в общем дураком помрешь и я совершенно случайно начала пользоваться этим ножом но учила я сейчас пятиминутку не для того чтобы пока поделиться тем что и чего я не умею чему только учусь а поделиться своими впечатлениями об американских тканях которые я купила я не развернула их посмотрите не пропечатанная бабочка 1 непропечатанная бабочка 2 я перевернула но ищу где же хорошие бабочки вот еще одна как а бабочка поверьте это не рисунок рисунок весь он целенький видите такие же бабочки еще строила на зеленой ткани вот еще одна бракованная бабочка недопечатанная да видно не видно не знаю в общем я не думала что такой брак возможен и теперь конечно покупая ткани я буду очень внимательно потому что считаю этот кусок уже испорчен как его предъявить я не знаю потому что чеков у меня естественно не осталось там купалась довольно давно но вот кусок у меня испорченный ну не суть сейчас я уже докраиваю карман я уже выкрыла подкладку сейчас вам все покажу выкрыла основную ткань и сейчас я выкрою карманы я срежу кромку кромку мы срезаем то что она подтягивает ткань и это будет наружный карман и я вам все покажу и так что у нас выкроилась простите это художество моей дочери они как бы дополняют рисунок я выкроила из подкладочной ткани у меня это просто нежно-сиреневая бязь белый горошек выкроила следующие детали две вот этих детали две боковинок одно дно и один карман но карман я выкрыла из серой тканюшки сейчас я его найду из серой ткани в горошек ну чтобы как-то обыграть допустим вот этот серый цвет да это внутренний карман который будет находиться внутри сумки чтобы у нас был красивый мне не хотелось чтобы он был ну такой да с одной стороны мне хотелось чтобы он был такой с двухсторонней я выкроила его просто две высоты вот две вот этих можно было разрезать я не стала разрезать и и просто дам красивую отделочную строчку сиреневыми ниточками и он у меня будет очень-очень такой хороший плотненький это внутренний карман как вы помните он у меня довольно длинный 42 сантиметра как раз для того чтобы мы могли потом ему сделать вот такие вот за ломчики да или как это складочки заложить его и получим объемный кармашек так с подкладочкой все готово у нас следующее дно сумки нет что прежде чем перейти к дну конечно я сегодня много напорола косяков с этой с этим ножом но тем не менее опыт приходит учиться надо для чего иначе я его купила да основной основная расцветка сумки будет из вот этой красивой салатной с бабочками ткани да это основная деталь передняя вот она собственно говоря да вот боковая часть и таких по две детали вот это боковиночка у них будет карман карман из такой же красивой серенькой ткани и соответственно боковой кармашек боковой кармашек тоже серенькой ткани дно вот этой ткани на раскрою ушло больше зелененькой мне хотелось сделать некоторый баланс и я решила дно сделать серым ну думаю пускай будет серенькое дно вот оно единственное что я из еще одной подкладочной ткани из бязи выкрыла еще одно дно хотя у нас есть в подкладе это для того чтобы вот это донышко укрепить при помощи стежки а вот сейчас сижу и думаю что я ведь погорячилась не надо было выкраивать размер в размер ведь я ее буду стегать и размер изменится а простегать мне ее придется потому что я буду ее уплотнять синтепоном и он заберет ладно это мелочи жизни я если что подкрою еще одну деталь посмотрю как изменится размеры так собственно кроме ручек и мы выкроили все все детали передняя часть боковая часть боковой кармашек передний кармашек что я хочу сказать что сочетание вот этих двух цветов дают замечательные вот этот вот сиреневую подкладочку она обыгрывается с этими бабочками и я купила сейчас покажу ленточку чтобы отделать карман тоже вот такую сиреневую мне не хотелось косую бейку или там прямую бейку делать я не знала чем обыграть мне не хотелось вот этой бязью да обыгрывать я решила купить извне тоже красивый довольно таки вариант вот такую вот ленточку она будет окантовывать вот таким образом наш карман один нюанс верней не так следующим нашим шагом будет уплотнение всех этих частей ткани подклад мы не трогаем мы его уплотнять не будем ну может быть я подклею только к подкладу в местах пришива кармана чтобы уплотнить карман сам уплотнять я тоже не буду потому что бязь довольно плотненькая и она будет держать хорошо форму и так да это внутренний карман наружные я долго думала имеет ли смысл мне простегать эту сумочку уплотнить ее однозначно нужно да самое интересное что к этим карманам нам тоже нужно выкроить да я про это совсем забыла к этим карманам к наружним нам нужно выкроить еще одну деталь не буду у нас с изнанки вот такие некрасивые карманы я решила что на серенькие карманы очень хорошо ляжет вот такая серенькая внутренность да будет вот в горошек во первых она поплотнее нашей американской ткани для пэчеварка а во вторых ну просто будет интересно если я этот кармашек потом обработаю вот такой бечкой это будет довольно мило смотреться вот сейчас мне осталось подкроить две вот таких детали боковой карман и две вот такие детали это передний и задний карман ну показываю но это будет из ткани которую ну скажем так не жалко может быть кому-то не жалко и такую ткань но я уже заготовила бязь мне ее хочется использовать и самое главное что я этот не рассчитывал что я из этой ткани сошью сумочку она у меня была для другого задумана но получится что у меня сэкономлена ткань и на то что я задумала в общем сейчас я подкрою и что же я буду делать я ну так же как и вы в процессе думаю придумываю передумываю измеряю перемеряю и поэтому мне нужно продублировать дублерином вот эти карманы я честно говоря думала не только продублировать я хотела их сделать более плотными пухленькими сначала да и использовать я хотела сейчас покажу какой у меня материал был припасен у меня есть остатки флиса и я думала этот флис проложить внутрь и кармашки будут кроме того что они будут плотненькие они еще будут такие объемные и вот я сейчас думаю все таки использовать флис или ну вот предположим да что это карман или все таки использовать трудно сказать трудно решиться на что-либо или использовать обычный дублерин это дает нам толщину объем может быть даже некоторую симпатичность возможно я так и поступлю я сейчас подумаю над этим вот да карманы становятся такими объемными пухленькими а тогда детали сумки я все-таки проклею плотным плотным дублерином я не знаю маркировку дублерина я просто всегда покупаю его по ощущениям и у меня есть хороший плотный дублерин хлопковый на хлопковой основе не на трикотажной основе потому что он достаточно мягкий а именно на хлопковой основе и моя сумочка будет я очень надеюсь будет держать форму я думала имеет ли смысл мне про стегать но как-то что-то меня останавливает в этом моем действии поэтому про стегать пока оставим в покое и значит я проклеиваю дублирующим материалом все стеночки основной детали сумки и думаю что мне сделать вот этими карманами что же я хочу сделать с дном дна у меня два один на подкладе я его не трогаю это будет все просто сшиваться сначала я пришью карман а потом я сошью все детали дно которое я задумалась сделать плотное да ляжет слой синтепона я его при паре у меня довольно толстый синтепон я его при паре утюгом сделаю его плоским и еще я купила подлетела в интернете вот вот такую фишку это фишка сетка серпянка продается на строительных магазинах вот это 10 сантиметров не было 15 сантиметров и вот только была 10 сантиметров здесь я не знаю очень много метров она с клеющейся основой но она даст моей ткани моему дну некоторую прочность я побоюсь приклеить ее вот к этой ткани сейчас одну минуту я вот это все отодвину побоюсь ее приклеить к наружной ткани потому что она все таки имеет вот такое свойство сетчатую основу я ее приклею вот к этой ткани собственно я могу это попробовать и сделать сейчас при вас потому что сюда я еще проложу синтепон для чего это мне хочется чтобы дно сумки не проваливалось когда она будет нагружена моими рукодельными товарами или как это предметами что хочу сказать у меня ширина дна 12 сантиметров сетка 10 сантиметров и мы чтобы потом в швы не попадала сейчас мы воспользуемся вот этой штукой в швы не попадала сетка серпянка по сантиметру у меня как раз она не ляжет первый первый раз в жизни я делаю эту работу вот ее практически незаметно но я боюсь просто как она будет себя вести на ткани поэтому к этой ткани я ее пока не пришиваю мне все таки хочется даже там где я подсмотрела девочка не рекомендует рекомендует между сеткой серпянкой да вот надо еще будет отрезать чтобы прокладывать сетку серпянку в отдельную ткань и только потом пришивать ее к основной детали сумки да вот но ее идея мне очень понравилась да значительно плотнее сразу стала ткань естественно это еще все будет простегиваться однозначно да укрепляться но самое главное что ткань довольно плотная стала сетка серпянка делает свое дело и я вам все постепенно буду показывать идет большая работа ума я думаю чем лучше продублировать или уплотнить материал для сумочки мне не хочется чтобы она была портфелем но в то же время не хочет чтобы она была сеткой да авоськой поэтому чем-то укреплять ее все-таки необходимо проклеила я все ткань как я вам и сказала все это дублеринчиком и стала и уплотнила дно во-первых мне пришла умная мысль убрать синтепон и проклеить дно уплотнить вот таким флисиком как я показала ранее оно будет такое достаточно толстенькое и интересно вроде как плотненько что же меня какая мысль посетила после того как я это сделала я приложила к сумке ну предположим что это карман окантовала его ленточкой вот таким образом и поняла что относительно вот этой ткани вот эти карманы они такие толстые некрасивые в общем совершенно мне не нравится эта идея затея делать карманы проклеивать их флизелином ну предположим получится настоящий портфель я решила все-таки карманы вот я видите уже заготовила ткани думала что в любом случае их надо было как-то укреплять потому что ткани относительно флизелин этого флиса да двигаться будет ее надо бы простегать будет в общем я решила наверное все-таки не делать это в общем я в таких раздумьях может быть я простегаю это будет интересно смотреться может быть это не будет так толстенько смотреться да вот боковая часть собственно я решила верхний край не закрывать потому что он все равно у нас окантуется а все остальные срезы уйдут в строчку подкроила подкроила я все-таки в общем думаю или просто проклеить дублерином но таким мягким дублерином в общем голова моя просто взорвется сейчас да от мыслей но я приду все-таки какому-то решению и обязательно вам покажу я хочу начать пошив своей сумки с внутреннего кармана который сейчас я разметила на три части причем я его не замеряла я его просто сложила выровняла и разметила вам может быть будет удобнее еще здесь отметить по сантиметрику я буду делать складочки на глаз что же я сейчас буду делать я ее сначала отстрочу красивой ниточкой чтобы вот этот край да я же не разрезала чтобы он был вот такой обработанный потом возьму одно полотно внутренние подкладки внутренней ткани да и буду фиксировать эти карманы каким же образом я буду фиксировать сначала я за строчу здесь да я сейчас еще здесь размечу на три части чтобы мне было удобно со строчу здесь на 0 5 даже может быть на 1 сантиметр и при строчу карман здесь потом по размеченным линиям да здесь нужно разметочку сделать я буду закладывать этот карман со со в складочки до чтобы они были такие карманы объемники я постараюсь вам показать яркое солнышко очень плохо видно вот я расчертила на детали и так еще раз иду под машинку пристрачиваю здесь совмещаю нарисованные линии здесь нарисованную линию здесь прострачиваю и прострачиваю снова снова вот здесь вот так это выглядит сейчас да уже со строчи нам наша задача отступить вот здесь немножечко место и заложить складочку сейчас я заложу иголочками заколю и покажу вам вот так вот так я заколола посмотрите от края мы немножечко отступаем потому что это у нас идет в шов да заколола вот таким образом сейчас я отстрочу ну для удобства отстрочу и потом просто аккуратненько заколола эти вот кармашки такие симпатичные вот они будут довольно объемными да то есть нет можно катушки не так что-нибудь такое довольно объемное потому что наружные карманы они будут пустые вот так это выглядит теперь следующим этапом я наверное начну собирать саму подкладочку для этого я ой это дно это дно 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 для этого я естественно сложу лицом боковые части сострочу их да по вот этим швам сострочу и потом вот такую большую часть пристрочу сюда ой так девочки короче говоря собрела я ну замкнула в круг все стенки сейчас я буду вшивать дно в сумку для этого я по углам заколю иголочками и все стороны соединю на машинке я думаю что показывать тонкости этого не надо это всего лишь подклад и вот решила потренироваться на подкладе вшить дно мне по моему раньше не приходилось это делать но сейчас буду делать это вместе с вами так у нас полностью собран вот я его вывернула на изнаночку подкладик да подклад остается пока занимаемся сумкой самой собственно сейчас я формирую дно помните что я дно сумки проложила флиз ну заменила синтепон на флиз да и сетку серпянку приклеила посмотрим в общем что она нам даст эта сетка серпянка сейчас я специальной ручкой которая под паром утюга уходит прочертила и себе клеточки такие и сейчас я сделаю стежку я в стежке небольшой спец поэтому для меня это самый простой вариант никаких там мозговых стежек цветков всяких для меня это все недоступно и поэтому я буду делать обычную стежку значит я ставлю нижнюю ниточку послабже шаг сделаю побольше у строчки чтобы как можно меньше стянуть это дело ну и посмотрю что будет дальше итак я не сказала вам несколько вещей ну во первых если у вас нет сетки серпянки то ее не обязательно использовать да просто уплотните флизелинчиком ну максимально надо уплотнить наше дно вот смотрите оно у меня сейчас вот можно сказать колом стоит да потому что ну стала во всяком случае поплотнее чтобы сделать разметку я использую обычную линейку я ставлю ее вот так под углом рисую в эту сторону потом поворачиваю рисую в эту сторону это очень просто сделать и самое главное когда я начинаю строчить я начинаю всегда от середины вот такими вот линиями ну то есть сначала одну строчку потом эту потом так потом так в общем и иду к краям да чтобы равномерно легла стежка ничего не стянула самое главное ничего не повело несмотря на это вот этот кусочек ткани у меня вылез я его подрежу он не несет никакой не эстетической нагрузки не физической поэтому я его просто срежу лишнее и все да это все равно у нас будет спрятано под подкладом поэтому у меня за это никаких переживаний нет вот небольшой дырчик есть я его сейчас заглажу вот получилась такая хорошая стежка плотненькая довольно таки и в общем то если я когда-то надумаю шить такую сумку основательную я могу пользоваться в принципе этой стежкой шью я все такими немножечко видите фиолетовыми ниточками в тон нашему подкладику и в тон нашему кружеву да то есть мне вот хочется я долго думала серые взять или какие но вот решила взять все таки такие нежно-сиреневые ниточки я даже сказала вот они лавандовые такие немного теперь наша задача сформировать карманы которые мы пристрочим к основной ткани нам нужно обойти их бечкой все все практически у нас они по всему периметру карманы идут то есть это вот вот два кармана и два а нет я же вас обманываю нам сначала их нужно соединить да нам их нужно соединить с лицевыми вот так мы решили сделать поплотнее я их проклеила трикотажным дублерином вот сейчас я эти карманы наверное по периметру все таки отстрочу потом каждый из них я обработаю вот этой беечкой вот так и покажу вам и так я окантовала карманы то есть я совместила внутреннюю подкладочную ткань и наружную заколола иголочками и прошила беечкой да у меня это прямая беечка она была готова я купила в магазине вот так выглядит все это теперь моя задача очень ровно совместить края всех карманов я разложила все это вот так и по углам сравнивая концы заколола нам же важно чтобы это все плавно переходило из одного кармана в другой и теперь мне надо это все конечно закрепить прежде чем прежде чем я начну собирать сумку чтобы все совпало идеально и самое главное мне нужно вот здесь пока мы ничего не сшили на строчить карманы сейчас я размечу разделю на три и дам от строчечку заделая сделай здесь закрепочку в общем это эти карманы остаются так а эти мы делим на три части может быть кто-то хочет на четыре чтобы они были поуже мне наверное хорошо будет и по три кармана хватит пристрочила я карманы к нашей передней и задней части ну в общем к нашим наружным частям сейчас нам нужно все это замыкать в кольцо скалывать между собой да чтобы все это идеально совпало и собирать собственно говоря да вот так и потом к этому мы пристрочим в общем ни пуха мне ни пера хочется чтобы все попало идеально так девочки не знаю почему у меня увеличилось вот смотрите я совместила три стороны нашей сумки заколола все и аккуратно прошла все совместилось осталось мне последнюю четвертую часть да нашу совместить что же меня напрягает в этом все очень красиво получается все как мне нравится но нагрузка на швы швы очень толстые плотные я сейчас заутюжила швы внутрь на 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 надо было бы мне на узкую сторону а я их почему заутюжила на широкую вот их надо очень заутюжить на узенький на узенькую сторону вот как я буду конечно сшивать плотное дно ну как бог на душу наверно положит но я надеюсь что справлюсь не зря я сижу за промышленной машиной вот сейчас я тогда последний бой он трудный самый вот ниточки надо отрезать последние соединю со строчу и буду наверное уже дно пристрачивать замкнула я в кольцо заутюжила швы назад вот думаю срезать швы конечно я не буду я их оставлю все таки это сумка ничего страшного сейчас я буду вшивать дно то есть внутрь лицевой стороной я его заколю иголочками конечно толщина очень большая но я все равно изловчусь это сделаю и строчу это дно и фактически моя сумка будет уже готова подклад готов наружная часть готова останутся ручки и пришить одно к другому собственно вот покажу вам итак дно я вшила я сейчас я вывернула посмотреть все ли у меня хорошо срежу все уголки ровненько их ну выровню да насколько это возможно дно действительно очень хорошо держит форму ну и сумка соответственно сразу приобрела некоторую форму да вот такой вот корзинки внутри все это пока выглядит не очень красиво но сейчас я аккуратненько все срежу лишнее и буду заниматься вшиванием подкладика я сейчас примерила подклад посмотрела мне показалось что он слегка ну как бы большеват что ли ну я еще приложу сейчас приложу ну в общем красота конечно получается то что я вижу мне очень нравится ну вот вот этот цвет с вот этим чуть-чуть разносится этот более разница этот более холодный этот более теплый но я исправлю это положение на ручках и у нас будет такое обыграем ручки в общем то чтобы этот кант не выбивался больше нигде ну собственно сумочка вот почти 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 готова как всегда телефон упал итак я уже дома буду заканчивать работу скорее всего дома чтобы не откладывать видео потому что на работу мне теперь только через три дня прежде чем соединить нашу сумку с подкладом нам нужно сделать ручки да нам же их нужно будет вшить что мы делаем для ручек в первую очередь я пошла купила еще вот такой кусочек бейки вот он да ширина этой бейки 4 сантиметра выкроила я еще основную ткань она шириной 8 сантиметров для чего сейчас я перехватил телефон для того чтобы бейку уложить вот сюда а вот эти концы завернуть на бейку что же мы для этого делаем лично я кто-то возможно не имеет подобного да вот как его назвать то я не знаю эту ленту плотная такая ее вшивают кто-то в пояс да ременная слишком толстая для такой нежной сумки поэтому я ременую не взяла вот у меня такая корсажная может быть ее назвать в общем она достаточно широкая шире я ее обрежу сейчас я на нее настрачу вот так вот так двумя строчками настрачу вот эту ленту уплотню ее таким образом потом лишнее срежу лишнее срежу и потом только займусь ну как бы окантовывать буду вот этой тканью как это будет происходить я вам сейчас покажу дальше следующее что мне хотелось сказать прежде чем мы вошьем подклад с сумкой сошьем подклад с сумкой у меня остался вот такой кусочек ткани вернее ленты мне ее жалко было выбрасывать сейчас я ее тоже сострочу в такую ленточку у меня нашлось дома вот такое колечко и я хочу внутрь сумки вшить это колечко для чего потому что сумка все-таки предполагается пляжная да и наверняка у меня будет какой-то ключ или карточка в общем что-то для чего вот этот карабинчик понадобится честно говоря я сначала думала что я найду пружинку знаете такая пружинка есть чтобы цеплять ножнички чтобы они далеко не убегали чтобы я их на пляже там не искала но я думаю что это вообще не проблема имея магнитики сейчас поэтому ну на всякий случай я решила все-таки использовать карабин это первое второе что я сейчас делаю я подкладу пришью вот такую бирочку хендмейт так вроде сказала все теперь я пойду к машинке так для чего я вот это расчертила для удобства сейчас я вот так заутюжу это я специально себе расчертилась ручкой которая растворяется под паром заутюжу чтобы облегчить себе труд когда я буду заканчивать шитье ручек ну я вам все покажу итак одна половинка у меня готова я специально ее сделала застрочила чтобы показать вам какого результата мы добиваемся что мы делаем я настрочила на корсажную ленту и обрезала ее свой свою тесьму да красивую вот она такая плотная видите как она стоит но она ляжет со временем как ей нужно одной рукой не очень удобно показывать не взяла штатив вот такая у нас заутюженная есть основа мы сюда вкладываем нашу ленту вот так да сейчас левой рукой то совсем неудобно перехватиться так ну я думаю что это вообще очевидно мы вкладываем сюда вот так ленту прокладываем одну строчку потом точно так же вкладываем сюда и прокладываем вторую строчку одно замечание вот здесь и вот здесь я думаю надо оставить без корсажной ленты чтобы внутрь когда мы заправим чтобы сильно толсто не было из раненых пальцев неудобно короче говоря я думаю что я внутрь вставлю когда буду зашивать я ну вот так примерно чтобы вот этого и толщины вот это и не было ну посмотрим как я еще не думала как пришли ручки внутрь или где-то снаружи закреплю но в общем смысл в том что ручка выглядит так да хотела сказать следите за ниточками которые вы используете я такие фиолетовые ниточки которые вот брала да я их и использую вот они здесь у меня конечно желательно следить за шириной вот этих вот подгибов да где то получилось идеально где то не очень я еще даже не переворачивала не смотрела насколько ровно у меня легло вот сделаю ручки и покажу что буду делать дальше решила все таки показать вам как я строчу у нас за учуженный край нам нужно аккуратно в край вставить да и близко к краю отстрочить наверное для вас это будет шумно у меня машиночка такая старенькая достаточно но надежная вот таким образом чтобы плотненько в край легло да это не сложно я думаю сделать ну на всякий случай вам показала иногда кто то мне говорит в замечаниях что я не очень подробно показываю какие то вещи были не было непонятно я вам просто не мастер класс показываю как это делаю я и ну какие то вещи наверное творческий человек может быть где то должен догадаться сам но в целом я стараюсь всегда показать весь процесс чтобы было понятно ну все теперь мы переворачиваем и то же самое мы делаем со второй стороной вот чуть-чуть я заутюжила больше чем надо и вынуждена теперь корректировать да вынуждена теперь корректировать вот таким образом вот сейчас я буду застрачивать все и так после того как ручки наши сшиты готовы я отутюжила теперь мне нужно найти место в котором они будут удобное расположение ручек для себя удобно я выбрала да нам нужно их вшить между основной тканью и подкладочной да мы сейчас соединяем всю конструкцию целиком я отмерила с этих краев по 6 сантиметров и приколола ручки на иголки иголки я втыкаю поперек вот вам хорошо это видно поперек поперек мы можем смело мы будем строчить вот так да смело можем ставить иголки и машинная игла обычно не ломается она легко перешагивает эту иглу поэтому если кому-то интересно когда мы все это отстрочим ручка будет вот таким образом да где-то так что касается ручек я решила в этот раз не сумку выворачивать через вот у меня в подкладе есть небольшой разрез я забыла вам сказать что его нужно оставить для того чтобы потом вывернуть мне не хотелось выворачивать сумку а хотелось просто вывернуть подклад и я решила вставить сумку в подклад лицом к лицу то бишь вот таким образом сейчас я вам покажу да я забыла сказать что я отутюжила эти карманы портфели теперь они не топорщатся а вот красиво так лежат и пришила бирочку хендмейт ну сейчас я вложу и покажу вам как это должно выглядеть вставила я подклад лицом к лицу в него вставила сумочку строчить строчить мы будем в машинку вот таким образом в машине да вот так мы будем строчить вот сравняем края и вот так проложим строчку единственное конечно очень важно совместить все углы чтобы это было красиво скорее всего когда я выверну сумку я еще дам отстрочку но я об этом покажу это покажу чуть похоже но вот сейчас нам нужно соединить вот эти две детали не забыв присоединить ручки я прострочила вытащила все иголочки которыми скалывала углы сейчас я через вот эту дырочку которую оставила буду пытаться вывернуть просто вытащить подклад или сумку из подклада в общем буду делать это не на камеру потому что это довольно сложно ну как две руки по крайней мере нужны не столько сложно сколько немножко трудоемко потому что очень плотная сумка в общем сейчас я буду над этим трудиться я думаю что вы без труда если шьете параллельно со мной справитесь с этим самостоятельно сумочка вывернута вот этот край очень кругленький да сейчас я его отутюжу утюгом заутюжу вот таким образом и дам отстрочку отстрочку я наверное дам на 0,5 вот единственный вопрос я думаю давать мне ли вот такую фиолетовую отстрочку какой я шила всю сумку или все-таки подобрать отстрочку в тон вот этой ткани чтобы не бросалась в общем я сейчас приложу саму ниточку ну вот после отутюжки да обрывки ниточку у меня есть и посмотрю насколько это будет красиво уместно в общем я сейчас посмотрю подумаю и вам покажу но пошла я в общем отутюживать а потом я буду все это дело вот сейчас я немножечко отодвину все это дело я в готовом виде вам покажу ну вот собственно и все в общем все отстрочку на лапку я сделала это было не сложно сложнее отутюжить вот эти края при этом чтобы аккуратно не повредилась не помялась ткань внутри в общем вот так выглядит внутренняя часть помним да что здесь у меня еще есть вот такой вот карабинчик и работа в общем и целом закончена вот так она выглядит так наверно этот цвет мешает собственно шейте наслаждайтесь если будут вопросы пишите получаете удовольствие от шитья потому что такие милые вещицы всегда приносят радость нам работа над ними не всегда простая кому-то но тем не менее наверное это стоит некоторых усилий чтобы потом вы получали удовольствие от пользования такой симпатичной вещицей я с вами прощаюсь рада что вы провели это время со мной буду очень рада вашим комментариям и спасибо вам хорошего настроения увидимся увидимся в моих следующих видео пока пока до сих пор 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 до сих пор